Давайте изучим еще несколько полезных опций команды VGET. Итак, если вы качаете очень большой файл и соединение посередине почему-то прервалось, то его очень просто можно докачать, не начиная процесс с начала. Для этого укажите VGET-у опцию "-c", и ту же самую ссылку, которую использовали изначально. Если вы не хотите качать файл, а хотите проверить, правильно ли ваша ссылка, то можно указать в опцию "--spider". Наконец, если у вас много ссылок, и вы хотите применить VGET одновременно ко всем из них, то их достаточно записать в текстовый файл и передать его VGET-у при помощи опции "--i". Давайте я сейчас покажу, как это работает на практике. Я нахожусь в папке интернет, и у меня в ней всего два файла. Фотография котенка, которую мы скачали, и текстовый документ с ссылками на статьи. В последней ссылке я специально сделал ошибку. И давайте теперь при помощи команды VGET проверим, корректно ли эти ссылки. Но файлы сами качать не будем. Команда VGET проверяет по очереди все файлы из списка. Про первые три она говорит, что файл существует, а про последнюю, что ссылка некорректна. При этом мы видим, что ни один из файлов скачан не был. Субтитры создавал DimaTorzok